Модификаторы свободных деформаций FFD воздействуют на объект по одному и тому же принципу. После назначения любого из них вокруг объекта возникает решетка с ключевыми точками. Основное отличие таких деформаций друг от друга заключается в количестве ключевых точек, то есть 2х2 и на 2, 3х3 и на 3, 4х4, а также способы построения сетки, то есть либо просто бокс, либо цилиндр. Давайте попробуем для начала 4х4, у нас она выбралась, построилась такая коробка вокруг нашего объекта, и для того чтобы начать редактирование объекта при помощи данного модификатора нужно открыть параметры нашего модификатора и выбрать Control Points. После того как мы нажмем здесь, все наши точки становятся активными, их можно выбрать. Если приблизить, видно как они заграются. Сейчас она оранжевая, сейчас она желтая. И сказать можно абсолютно так как вам захочется. Я поставлю модификатор FFD цилиндр. И вот что мы видим, он построился... Ой... Вот он улетел. Так, давайте снова поставим цилиндр. FFD цилиндр точнее. Вот. И делаем то же самое. Это можно закрыть, это откроем. Выбираем Control Points. Крутим камеру как нам нужно. Почему же она пропадает? Так. Выбираем Control Points. Вот. Пока возьмем боковые. И вот так вот будет проявляться деформация. То есть абсолютно ничего нового и какого-то чего-то особенного в этих модификаторах типа FFD, то есть свободной деформации, они ничем друг от друга не отличаются. Продолжение следует... Продолжение следует...